Магнитогорцев ждут майские праздники, один из главных – День Победы. Какую программу подготовили организаторы в этот важный для всей страны день, рассказали на аппаратном совещании у главы города. Впрочем, затронули чиновники и другие темы. Обо всем подробнее далее. Аппаратное совещание началось с приятных моментов. За успехи в спорте благодарственными письмами глава города отметил тренерский состав и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. От награждений перешли к темам повестки. Одна из них – благоустройство городских общественных территорий. В рамках федеральной программы в финал вышли четыре объекта. В настоящее время идет голосование, в котором горожанам предстоит определить территорию победителя. Надо только сейчас четко определиться. Все-таки так как мы живем в городе и должны реализовывать мнение большинства, так вот действительно сегодня большинство должно в этом заявить. Мы любой готовы с вами реализовать проект, но нам надо вовлечь сюда людей, призвать, информировать, везде и всюду показывать, рассказывать, потому что действительно все, что на сегодняшний день реализовано по этим программам, это действительно народные проекты, которые пользуются огромной любовью жителей и всех гостей нашего города. Не за горами один из главных государственных праздников. 9 мая вся страна будет отмечать 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Свидетелей тех страшных кровопролитных дней с каждым годом становится все меньше. На учете в Управлении социальной защиты населения состоит 1446 ветеранов. Из них 52 участника Великой Отечественной войны, в том числе 10 инвалидов войны, 1087 дружеников тыла, 51 несовершеннолетний узник фашизма, 13 жителей блокадного Ленинграда и 243 вдовы участника Великой Отечественной войны. За каждым ветераном Великой Отечественной войны закреплен сотрудник комплексного центра. Впрочем, поддержка фронтовикам и друженикам тыла оказываются на всех уровнях власти, в том числе помогают общественные организации. Примеры это организации, как молодая гвардия Единой России. Они копают огороды, моют окна ветеранов, приносят продукты круглогодичные. Это союз молодых металлургов и, конечно же, волонтеры Победы, те самые, о которых сегодня Влада Аганна сказала, они будут раздавать ленточки. В День Победы организаторы подготовили насыщенную программу и начнется она ровно в 10.00 с парада «Стальное сердце Победы». А вот «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Подача заявок на участие уже стартовала. Перед ветеранами и горожанами торжественным маршем пройдут 12 коробок. При участии по ОММК к традиционным коробкам добавляется часть, которая демонстрирует именно трудовой подвиг города в годы Великой Отечественной войны. В исторической части будет представлено переоснащение комбината под фронтовые нужды во время войны, а также комбинат современный. В параде задействован автотранспорт, декорированный в эпохи военных лет и современности. В 11.30 состоится возложение цветов на Левобережном кладбище. Вечером в 18.30 в парке Увечного огня начнется праздник «Балы и симфония Великой Победы», а в 20.00 – большой концерт «Симфония Победы». Завершится праздничный день фейерверком «Гроздья салюта. Заряд неба» в 22.50. Ольга Сухоплюева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.